Значит, обычно мы обсуждаем в психосоматической среде все-таки, да, тревогу, депрессию, расстройство личности, но не обсуждаем с другой стороны оптимизм, счастье, удовлетворенность жизнью и так далее. И в последнее время как раз акцент начал смещаться именно в эту ситуацию. И я бы хотел поговорить вот именно об этом. Вот впервые Американская Ассоциация Сердца опубликовала свою позицию по этому вопросу. И здесь вы видите уже сбалансированный подход. То есть с одной стороны это негативные психические факторы, а с другой стороны позитивные психические факторы, которые влияют, соответственно, на поведение человека, да, на приверженность к медикаментозному лечению, на физическую активность, отказ от курения и так далее. И все это должно выливаться в какие-то позитивные уже клинические моменты. И именно вот эта картинка модифицирована, она и вошла вот как раз в девятое издание психосоматики. Я стараюсь восполнить пробел, потому что информации мало, видите. Информации, систематизированность по психосоматике очень мало. С писятерами сложно, если я больше говорил, у них свой взгляд на мир. А интернисты как-то вот не сильно пишут в этой области. Поэтому нам надо все-таки больше, 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 больше информации для практикующих врачей предоставлять, чтобы оптимизировать лечение. Тогда у нас будет более полный зал, да, а не избранные люди, которые вот так пришли на огонь послушать, что там с душой происходит. Ну, во-первых, можно ли это ранжировать? Конечно, можно. Исследования – это всегда опросники. В клинической практике опросники не нужны, потому что не диагностируют депрессию, тревогу по опросникам. Это для науки. Конечно, безусловно. И здесь огромное количество опросников. Огромное просто. И если вы хотите самый простой, вот он, Всемирная организация здравоохранения 98-го года, всего пять вопросов. Классика. И все. И вы уже работаете на мировом уровне. Вот все вопросы. Посмотрите. Очень простенькие, ясные вопросы. Никаких сложностей в реализации нет. Чувствую себя бодрым, в хорошем настроении, чувствую расслабленным, энергичным, просыпаюсь свежим. Повседневная жизнь. Валидизированный, воздухский опросник. Без проблем можно включить в любое исследование. Очень много клиникам ее работало в этом направлении. И они создали целую серию опросников. Вначале для резидентов, потом для врачей, потом для медсестер. Почему? Потому что наша профессия, вы знаете, она связана со стрессами, с тяжелыми душевными напряжениями. И, конечно, врачи на это реагируют. Синдром выгорания – это не единственный синдром из нашей профессии. И, конечно, если мы знаем эту проблему, то нам проще с ними бороться. Ну и, конечно, есть и большие, огромные, например, института Гэллопа. Там и экономическая часть, и все входит. Это тоже такие крупнейшие опросники, которые широко используются. И литературы, поверьте, по ним очень много. Не касающиеся психосоматики, да, а вообще по другим аспектам жизни, конечно, много. Как влияет психическое благополучие на сердце университетов заболеваний? Видите, оказывается, влияет. Причем это же независимо от других факторов. От депрессии, допустим, от соматических заболеваний. То есть эти-то факторы вычленялись, там, пол, возраст и так далее. Есть независимое влияние психологического благополучия на благоприятное течение факторов риска и сердечно-сосудистых, атеросклеротических заболеваний. И не только факторы риска, но и риск сердечно-сосудистых заболеваний падает. Смертность падает. Конечно, не так уж много тут рандомизированных исследований, но тем не менее. Но мы-то, как врачи же, прекрасно знаем, что течение заболеваний у позитивного человека, оно другое. Если он настроен на борьбу, если он позитивно вместе со своим социальным окружением борется с самим заболеванием, у него течение будет лучше. Для практиков сомнений в этом абсолютно нет. Пожалуйста, еще. Возьмем один аспект – оптимизм. Исследование очень простенькое. Задали один вопрос. Я с оптимизмом смотрю в будущее и возвращаюсь в нормальной жизни у пациентов со станокардией. Вот выявили станокардию, он думает об инфаркте и смерти, вот у него спросили. Посмотрите расклад. Очень оптимистично согласны с этим, оптимистичны, частично согласны, неоптимистичны, либо не согласны, либо категорически не согласны. Смотрите, что такое. Большая часть все-таки надеется выздороветь. 40% они хотят и думают, что все будет у них хорошо. Причем в течение года вот эта доля оптимистичных, она не меняется. Они верят в выздоровлезнь. А вот доли супероптимистичных, которые считают, что ну все, я выздоровлю каким-то образом, все будет у меня замечательно, она постепенно падает, потому что они понимают, что лечим-лечим, пытаемся, а проблема не решается, и больше становится крайне пессимистичных людей. То есть это как бы исходная часть. Теперь как это повлияло на заболевание? У оптимистичных людей течение заболевания стомокардии было более благоприятным. При том, что все другие факторы, имеется в виду полвозраста, все это как бы нивелировалось, чтобы вывод был достаточно корректным. И у них лучше текла сама стомокардия. Алексей Николаевич показывал, как влияет депрессивное, и лечение этих депрессивных. Но влияет в другую сторону и позитивное. Если человек позитивно настроен, если он оптимистичен, у него и заболевание легче потечет. Он реже будет получать активное лечение, и этой необходимости в ревоскулиризацию у него будет меньше. И смотрите, самая интересная часть. Если человек лечит факторы атеросклеротического риска, в свою очередь, обратно, позитивно сказывается и на психическом состоянии. Мы-то изучаем всегда наоборот, как депрессия влияет, а как вот это влияет на душу. Оказывается, если активно заниматься факторами риска, давлением, холестерином, каким-то образом, мы не знаем каким, это может позитивно сказываться и на настроении. Востребованность книг на самом деле большая, поэтому сейчас идет работа уже на 10-м издании психоатроматики. И вот это модифицированное, я немножко модифицировал то, что предложили американцы. И сюда вот следующее я уже добавлю вот это, то есть обратное, в направленное связи. Это очень важно. То есть не только антидепрессон, не только тронфилизатор, не только другие психотропные препараты, но и грамотное, активное лечение самого соматического заболевания, крайне важно. Вопрос в другом. А вот это позитивное психическое состояние, да, благополучие достичь-то можно? Повлиять-то можно на это или нет? Без таблеток, потому что таблетки, которые улучшают, это нет, да? Это же не депрессия, обычное состояние человека. Безусловно, есть. Это и стратегии, так называемые, совладающего поведения. Настрой на борьбу, на коррекцию факторов риска, на бег, на отказ от курения и так далее. Безусловно, это психотерапия. Там целое направление есть. Это правильное построение реалистичных жизненных ценностей. На что бросить ресурсы? Куда двинуться? Можно же неправильно построить жизненную стратегию и все. Что бы ты ни делал, у тебя будут неудачи. А запасного варианта может и не быть. И ты не создал бы. Психоэмоциональная саморегуляция, религия, да? Это же важнейший психотерапевтический момент. Важнейший. И чем тяжелее от заболевания, вы знаете, тем больше пациентов обращаются к религии. Почему? Потому что это довольно мощная психотерапевтическая система. Выработанная тысячелетиями причем. Вот найдите психотерапевт хорошего. Вы будете 10 раз ходить к нему, заплатите кучу денег. Вы будете изучать, что вы там в детстве делали. И не найдете, в большинстве случаев, решение этой проблемы. Нередко. Я понимаю, скорее всего, психотерапевт. А я вам говорю, как практик, который постоянно работает с пациентами, в том числе обращая внимание на душевную составляющую. Многие из них ходят. Наверное, не к вам ходят они просто. Не к другим психотерапевтам ходят. Но вот я хочу сказать, что в большинстве случаев это не в упрек, но это факт, который я фиксирую просто объективно. Результат не очень блестящий. Честно говоря. Может быть, просто потому, что приходят люди, у которых все нормально, а они не приходят ко мне. В любом случае это известно, что психотерапия дороже, она требует гораздо больше времени, и результат менее предсказуем, чем мы дадим антидепрессантам. Это известная вещь. Можно ли повлиять на это? Мы понимаем, что есть генотип, но генотип же должен реализоваться в фенотип. И, строго говоря, чисто генетически, не такая уж большая часть. Часть мы можем повлиять частично, а на какие-то факторы мы можем очень сильно повлиять. Понимаете? То есть это корректируется. Возьмите самое популярное, самое эффективное, самое изученное когнитивное поведенческое психотерапие. В любом синдроме, в любом расстройстве это номер один. В чем суть когнитивно-поведенческой терапии? Негативные мысли заменяете позитивными, и, соответственно, меняется у вас поведение. В упрощенном виде это так. И она работает. В 60-70% случаев она работает. И может работать даже как единственный метод лечения, если мы именем дело с нетяжелыми, легкими формами особенно. А что это такое? Это то же самое. Таким же образом можно повлиять и на позитивное психическое состояние человека. Вот когда пациент говорит, вы знаете, я другим вышел из консультации вашей, да? Почему? Потому что мы укрепили позитивную часть. Мы же не депрессию убрали в нем. Мы укрепили его веру, создали позитивный настрой, что он сможет победить и адекватно жить с этим заболеванием. И видите, психотерапия не только убирает тревогу, страхи, депрессии, уменьшает их выраженность, улучшает психологическое благополучие. При правильном построении психотерапии и на позитивную составляющую, на оптимизм, на желание бороться, добиться эффекта. Ну, а это картинка. Мы на Байкал все время ездим. Завтра, я знаю, коллеги тоже поедут на Байкал. Там у нас с этой стороны скалистая, да, вы знаете, часть. Вот можете там увидеть, и до сих пор еще есть. Их называют иногда каменные розы. Это суккулент, ну, это близкое к кактусам. Посмотрите, камень, гольный камень. Вообще ничего нет. Ни земли вообще ничего нет. Да? Посмотрите, какой цветок, да, красивый, мощный, толстый, да, упитанный абсолютно. Растет вопреки всему. Почему? Потому что у него есть внутренние ресурсы. Откуда уж он их берет, я не знаю. Из воздуха, может, из того, что там скудное окружающее. Да, я к тому, что природа нам подсказывает, да, что какие бы ни были неблагоприятные условия, на которые часто люди ссылаются. И с женой не так, там, и дети как-то не так, да, и вообще, как бы и работа, и вообще-то все, да. И вот поэтому я вот такой. Это неправда. У человека есть ресурсы. Их просто надо активизировать, помочь ему, поддержать его. И я говорю, что это можно сделать даже во время небольшой консультации, которую мы проводим кардиологи. А если уж хочется более серьезной работы, пациент настроен, вот можно направить к психотерапевтам, грамотным, которые могут с этим поработать. Спасибо большое.